Рисовать, как вам заблагорассудится, но при этом пользуюсь довольно незамысловатой графикой треугольной. Смотрите, подсказка сразу всем. На курсе у нас я всегда про практику, я человек практики, я не человек теории. Какие-то книжечки, лекции я даю читать, у нас большая библиотека, я все это раздаю, все читаю, смотрю лекции и так далее. Я больше про практику. Всегда, когда у нас идет лекция, то она касается больше практики, практических заданий. И практически всегда, ну, не знаю, первый месяц мы касаемся сетки, как она помогает рисовать буквы. И сетка практически всегда есть в типографике, да, в леттере, в шрифтах, в логотипах, она всегда присутствует. Поэтому первая моя подсказка по поводу этого, я всегда советую ребятам, студентам, что начинайте с сетки, начинайте с анализа формы, с анализа того, что вы видите. Найдите закономерности, если они там есть. Да, если их там нету, то это тоже закономерность своего рода. И постарайтесь ее использовать, соответственно, да, она добавит вам возможности просто ускорить то время проектирования, которое у вас есть на данном этапе. Я думаю, что у нас есть там типа два часа. Вот. И проанализируйте с помощью гайдов, я скажу, рулеров. И посмотрите на плотность вертикальную, горизонтальную, найдите середину, ну, понятно, вы ее найдете. Посмотрите, есть ли там золотое, поделите на это на 1.618. Либо поделите на 4, посмотрите, как там набьется эта пропорция на 4 отрезка и так далее. И, короче, это вам поможет. Я вижу здесь, вот, например, точно здесь есть сетка, уверен, на 100%. Вот здесь есть сетка, вот здесь есть сетка, здесь есть сетка. Ну, я имею в виду, что она, это как вот эта вот, это как вот эта, ну, я бы сказал, это линейка, конечно, но, наверное, это просто сетка такого, ну, такого рода, своего рода сетка. Она везде по-кредитски здесь есть, плюс-минус. Вот, так что начинайте с этого и потом дальше делитесь. Смотри, его правильно понимаю. Мы берем reference и пишем слово, которое ниже. Да, все верно. Да, вы используете reference как пример того, что вам нужно нарисовать, да, вы посмотрите на это, смотрите, анализируете это, из чего это состоит, какая-то плотность, пропорция какая у этого, да, плотность, пропорция. Делайте сетку, имея одну букву всего лишь, которая вам очень нравится, благодаря ей можно сделать целый шрифт, благодаря ей можно сделать вообще все, что угодно. Вот, и иногда у нас, по-моему, у нас были такие, да нет, у нас было много разных таких примеров из Димы, когда у нас была какая-то одна штука, вообще просто какой-то, может быть, возможно, какой-то простой элемент типографический, но там что-то было, какие-то были вещи, благодаря которым раскрывалось все. Поэтому иногда для типографа, шрифтового дизайна, дизайнер просто достаточно показать ему одну букву, либо ему найти одну букву, либо ему найти букву эту, которая его, так сказать, включит в этот будущий процесс, и он будет просто рисовать и рисовать, рисовать. Вот, может быть, я до этого уже дорос, или как-то, не знаю, сейчас понимаю, что, собственно, мне кажется, так и надо работать, как-то мне уже не нужно много всего, достаточно одной буквы, которая просто мне должна понравиться. Я тоже об этом размышлял и думал, и понял, на самом деле вообще ничего, ну, как бы есть страх, безусловно, это хорошая вещь, когда он есть, это нормально, вот, но если он начинает действовать, начинает сковывать и не помогает вам действовать, то это, конечно, очень плохо. И это не зависит от заданий, которые мы даем, или от той нагрузки, которую мы возлагаем на вас, вот, все это полная фигня, ничего не значит, надо просто действовать, просто рисовать, вот, и я уверен, что с практикой, имея практику, каждодневную, там, через день у вас все будет получаться, вы начнете разбираться с этим, вот, и вы начнете чувствовать в себе силы, как бы, делать дальше, рисовать дальше, рисовать дальше, потому что просто будет получаться, вот, так что, используйте страх, как наоборот, как бы, некую возможность, просто пробовать. Картинки, которые ты видишь, буквы, точнее, две, одна буквы, это задание. А внизу, как бы, слова, какая-то подпись красным цветом, задание состоит в том, что, используя эти буквы, эту картинку, как пример, нарисовать это слово, да, ты используешь его как референс, ты видишь букву А, например, здесь, очень необычная, прикольная буква А, видно сразу, что она нарисована рукой, это не типографика, ну, в смысле, это не шрифт, это леттеринг, ты ее берешь и срисовываешь, да, с самого начала, просто срисовываешь, от начала до конца, ты ее копируешь, а потом, тогда, когда ты это уже начинаешь делать, практически, ты, как бы, входишь в этот диалог с формой, входишь в этот процесс придумывания, как бы, формы, ты, как бы, вместе уже, ты, анализ, рисование через анализ, да, или анализ через рисование, и ты сразу начинаешь понимать, ага, вот эту часть форм я могу использовать для этой буквы, а вот эту часть формы для другой буквы, да, и так далее, например, здесь буква А, вот эту, если обратить его внимание, это практически буква Ю строчная, вот, ну, сюда выход, просто сюда можно его дорисовать, да, и у вас будет буква Ю, и вот эти части букв, а это подсказка для вас, поэтому, сейчас, вот, да, вот она буква Ю, она идет, это, как бы, вторая, вы уже третью букву практически нарисовали, да, там дальше можно букву Ю эту перевернуть, из нее получится буква Н, да, и так далее, это может быть буква С, если мы перевернем, по-моему, это делается вот так, да, практически это буква С, какая-то часть из нее, не знаю, возможно, возможно, нижняя часть, а вот это вот верхняя, короче, внутри этих примеров, внутри этих референсов, находится туча подсказок, возможно, где-то нет подсказок, и вы не знаете, как нарисовать эту вещь, но путем того, что вы нарисовали одну, две, три буквы, у вас уже есть некий, вот, как я говорю, диалог какой-то появился, уже есть какая-то вещь, которая, которую вы чувствуете, уже понимаете, ну, вот, есть примерно какую-то там, высоту, ширину, там, и так далее, и вы с помощью этих вещей просто сами придумываете, додумываете эти буквы, ну, вот, и вот, когда вот это происходит, я радуюсь, если вы помните, я радуюсь и становюсь счастливым, потому что вы работаете сами, вы придумываете сами, вот, просто какой-то пример, и вы становитесь, как бы, художником этих вещей, вот, и, вот, пожалуйста, дойдите до этого момента, как бы, с своевольного рисования, благодаря просто каким-то, простым настройкам этих референсов. Вот. Вот, мне очень нравится этот референс, я его нашел у одного швейцарского дизайнера, очень известный, он, кстати говоря, и он, это просто был леттеринг, это, вот, были времена такие, в конце 50-х, начале 60-х, когда все, вот, все, все почувствовали вкус качества гильветики, ее магии, ее чистоты, точности, формы, ее вот этого выкристаллизованности, такой вот какой-то, это такое, это такое было супер высказывание типографики, вот, в то время, очень модернистское, супермодернистское высказывание в рамках типографики. И тогда очень много дизайнеров, которые, даже иллюстратор, начали рисовать гильветично-образные шрифты. И сейчас это входит в моду. Точнее, у них входит, у нас пока не входит, кириллится, но, там, как бы, мы работаем уже над этим. Вот, кто-то чувствует просто сам, как бы, ну, как бы мужичком, и что-то делает в эту сторону, но не думая об этом, как бы не анализируя вот этот виток времени, который снова сейчас происходит. Вот. Я его взял из этого, как бы, из какого-то журнала, который он нарисовал, и там вот такая буква А была. Тут контраст другой, чуть-чуть вытянутая, такая широкая гильветика, но это просто, как бы, такой, прямо, референс, ту-ду референс, из которого может получиться прекрасный шрифт. Вот это вот Мартинс, 84 года, и он до сих пор, как бы, что-то делает. Ну, он, как бы, это, любитель, вот, как раз, модульных штук, то, чего я люблю. На самом деле, он учитель, как раз, именно он показал, как бы, раскрыл вот этот модуль, модульную систему. Для Карла Наврота, который в классе топографии, тоже учился. Ну, как бы, он показал это. А Карл, конечно, это все раскрыл еще сильнее, еще круче. Вот. Это прекрасный человек, очень интересный дизайнер. Типограф, скутер тоже, архитектор, ну, точнее, про образование, по-моему, архитектор, вот, но какое-то время занимался топографикой, сделал прекрасные шрифты, в том числе, вместе с Родимом Пешко, шрифт Лино, вот, хоть в какой-то момент он стал таким откровением. Дима, кстати, заказал у Родима Пешко. Кстати, я так никогда, Дима, тебя не спрашивал, как ты это сделал. Интересно. А Кирилльцу заказал? По-моему, единственный человек, который заказал Кирилльцу у Родима Пешко. Ну, это было несложно закрывать, потому что тогда же был жив Димит, из-за буквы хозяина, Мой хороший приятель Третья Небесная, он приезжал же в кампус, нет, ты не застал его? Нет, я его не застал, как раз, нет. Емель, соответственно, он дружил со всеми крутишами, потом это, этим стал заниматься интерьером Дагман, то есть со всеми дружить. не типографа, а бизнесмен, и его отношения не коллеги по цеху, а скорее такие партнеры, дружеские, продюсерские. Мы заказали, да, Лина, как только он вышел, это был 2009, кажется, год, и сейчас Мира сделала часть графема, а часть графема сделал Крешкой, потом мы с Крешкой познакомились и переписывались какой-то временный предмет шрифтов для Кушевского музея, но это было какие-то катастрофические деньги, даже сопоставимые с деньгами Ефимова и Торбеева и Софаева в 90-х. Ну, то есть одно начертание это кузов. В смысле, не политефор, дымы и так, к счастью, не было. И поэтому мы сошлись на Геннаде. Это этот самый сомистой кограф. Геннад. Ну, это тоже родимый, тоже родимый, по-моему, да? Геннад? Не-не-не. Геннад это такой манерный гибридный сериф. Болтый дисплей, он такой очень экспрессивный, в общем, этим можно работать. Но мы сделали локализацию, ведь потом это все кануло в лету на время. Здесь. Круто, слушай, интересно. Вообще, тоже, как модно говорят, кейс. Этот кейс интересно было бы разобрать. Брифа Родима Пешко, разговора, обсуждения этих вещей. Да, я действовал через Эмиля, и единственная моя была просьба, она была абсолютно идиотски сформулирована, мне хотелось дикости, странности больше, чем у него есть латиницы. Наверное, мы бы с тобой сделали по-другому, конечно. То есть Эмиля, которая делала какое-то количество графен, мне показалось, ей не хватило заряда дизайн-рокаут, я недополучил вот этой ярости какой-то, которая... Ярость, да, Ярость не в плане какой-то злобы, агрессии, а ярость как синоним очень сильно заряженной бодрости. Да, я понимаю, о чем-то, которая была у Пети и у Троимя. Да, да, да. Мы не называем их во избежание каких-то коннотаций, ну... Коннотации, да. Наши клиенты были необыкновенные люди, совершившие действительно великие, на мой взгляд, вещи в своем эпоху. И они поддерживали как абсолютнейшие... Ну, то есть, они давали нам добро на любые дикости. Это был прекрасный клиент. Еще хорошее тоже как бы напоминание и ну, какой-то такой информационный слой, который я бы хотел тоже заострить на него на нем внимание. Вот те картинки, референсы, которые вы видите, это просто все время складывается и архивируется мной и Дим, каждый день. То, что мы видим, иногда то, чему мы не придаем большое значение, мы все равно чувствуем, что возможно через пару месяцев или когда-то это послужит нам каким-то бэкграундом, каким-то там, какой-то вещью для обсуждения, а возможно и логотипом, там, шрифтом и так далее. И мы все это все время где-то останавливаем внутри себя, сохраняем такие референсы. Ну, конечно, не в таком виде, прям там, черное, белое, выявить, там, все, чтобы ровненько было красиво, но это важная практика все время как бы держать себя включенным на то, что окружает себя во всем смысле в разном все, что вы видите, что вам нравится, как бы анализируем, фотографируем, оставляем с собой и так далее. Но и также давать большое значение букв, которые вам нравятся, особенно, которые вам нравятся, потому что когда мне нравятся буквы, это, это, во-первых, находка, это большая вещь, точно я чувствую, что это может дальше мне дать возможность, ну, какая-то идея, какая-то, какой-то артефакт, который, я не знаю, это как, например, для искателя золота или серебра, этих золотоискателей или копателей, как они называются, когда они находят там что-то такое, какая-нибудь там, какарда или какая-то, для меня, я радуюсь, когда я нахожу какую-то странную букву, необычную, или какой-то леттеринг там, в газете какой-нибудь там, пыльной, 50-х годов, неважно, какой-то, советской, европейской, американский, по-фигу, это все время сохраняем, поэтому, вот то, что вы видите, это вот эти сохранения, все время, которые происходили, я вам советую просто начать сегодняшний день, если у вас до этого практики это не было, начать вот это вот, как бы, архивировано, собирать свою типографику, собирать свое видение типографики, как, то, что вам, как бы, через это архивирование вы просто начинаете чувствовать свой вкус правильный, вы начинаете разбираться, что вам нравится, вам, ага, мне нравится там бадониообразный, контрастный, новостильная антиква, и вы их там копите, просто там заваливаете семью, в какой-то момент понимаете, что там, например, не знаю, вам это не нравится, что-то чуть другое вам нравится, вы переходите, короче, вы развиваете эту вкусовую внутреннюю, как бы, картину свою, вот, а если вы еще и практикуете, то тогда тут вообще прекрасно, то этот мир становится для вас более, как бы, про более прозрачным, да, вот, вы начинаете разбираться, вы начинаете понимать, с чего вообще все состоит и так далее, вот, так что, да, сохраняйте буквы, вот, что я хотел сказать. Ну, а у меня вопрос относительно такой, сохранности референсов, я тоже как бы сохраняю, и у меня уже набралась папка, и она настолько большая, что мне тоже лень идти что-то разгребать, вот, мне интересно, как другие люди структурируют эту всю информацию, потому что кайфовый вопрос, ну, типа, оно же как-то сохраняется, и куча складывается, и если когда-нибудь это окружно, ну, как загребать? у меня, да, да, смотри, я тебе отвечу, постараюсь ответить на этот вопрос, но сразу скажу, что у нас даже есть отдельная лекция на курсе ДВ-200, посвященная архивации информации, вообще, она как бы называется архив шрифтового дизайна, из чего он состоит, да, какое количество папок там есть у него, как они называются, как они структурированы, куда они используются, и так далее, куда чего каждый раз складывается, у меня, правда, есть, на самом деле, несколько, ну, наверное, штук 20 папок в одном месте, в одном месте, и она, знаешь, она так открыта у меня периодически все время, и все время картинки, которые туда как бы дракен-дроп, да, вот этот, то они все время падают в правильные папки, все время, нету такой папки, когда, ну, типа, ну, в смысле, картинка не бывает, такой же картинка просто куда-то, я не знаю, куда она девается, она не девается, типа, я ее там, как, не знаю, какой-то рамдонстав, такого не бывает, но есть эфемерика, где попадает все, просто, просто все, что я, как буки, мне нравится, но, в основном, все остальное, оно очень каталогизировано, там, каталоги, слова летние, папки, там, для заданий, для воркшопов, для чатика Playface, там, лотеринга, там, для DV200, там, папка, типа, дизайнеры, причем они есть, там, например, новые дизайнеры, ну, я не знаю, просто архив, типографический архив для типографа, это просто, как, я не знаю, ну, как сказать, это как воздух практически, с помощью этого он, ну, изучает все, что происходит в его профессии, как бы, и с помощью этого он питается этой информацией, вот, и поэтому, вот, я, как бы, все это собираю, там, какие-то дизайнеры, там, 2000-х, там, 90-х, там, 80-х, какие-то, их примеры, их работы, и так далее, вот, да, по отвечению на твой вопрос, просто все устроено, более-менее так, как мне это удобно делать, но оно довольно стандартно, я имею в виду, что вся эта вот эта информация, все, что касается букв, там, каталоги, да, словолитие, книги, почитать, поучиться, порисовать, примеры, и так далее, вот, тоже, это логизировано, короче, блин, сложно это все сейчас тебе рассказать, это надо показывать, и рассказывать, и, короче, иди на ДВ-200, я тебе это покажу все, расскажу, как это все устроено, у меня, с чем каждый раз, я имею в виду, куда он идет, где он ищет информацию, где он черпает эти идеи, блин, где же покупать книги, где же найти, там, типа, старые каталоги, дореволюционные, русские словолитие, где они находятся, я об этом рассказываю, там, 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 это можно найти, там, там, и так далее, а где найти, там, типа, американские словолитие, конца 19 века, где их можно заказать, там, где их купить можно, вот, кому можно заказать, чтобы он отсканировал и так далее короче ну я имею в виду архив он связан с разными другими еще там активностями помимо того что ты картинки построил короче любопытная вещь еще появляется я бы так так полу как сказать по наложил бы друг на друга еще парочку штук но смотри ты пока нарисовала не до конца сюда я так понимаю еще осталось фразу написал фразу написал да хорошо а ты можешь поправить пожалуйста попробовать рисовать цифры и вот использовать этот вариант цифра от 0 до 9 слушай а меня такой вопрос а глифс когда пересекаются буквы их вычитать так конечно можно нажать и он поменяет направление кривой в смысле направлении контура и тогда он будет выбивать будет он будет ощущать что как бы черное это белое внутри буквы да он так можно сделать за чего я могу тебе потом показать можно можно как до хорошая штука посмотри у тебя по готовности что было последние что было первое чтобы у последний у меня вот это первое это вторая вот вторая 3 какого на 3 тоже 3 мне нравится что от референса сохранилась вот эту угловатость да 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 ты и по ее просто немножко ну так ну короче на дело подрихтовала до исцелал он марс р конечно считается как к у нас у нас венос кстати хорошая вот эта тема с буквой с это кайфово тут хорошие хорошие А не оттуда, но пока не понимаю, как. А я вот просто переключусь на цифры, я тебе для этого сказал. Смотри, Оль, вот это, темпоритм довольно-то хороший, ну классно, но видно, что буква А такая одинокая, она такая скромная, такая одинокая здесь, что либо ее надо делать шире, ну, соответственно, она становится плотнее, если ты ее перерисуешь, ну, просто вектором, да, то растянув ее, она будет лучше смотреться вот в ряду вот этих букв, во-первых. Во-вторых, на самом деле можно этого не делать, а просто как бы сделать менее плотными вот эти буквы. Я понимаю, что ты держишь вот это вот пятно, да, вот этот блок. Да пофигу, не держи его, не сковывай себя этой хренью. Иногда это вот эти все, как бы, типа, красиво, которые ты себе ставишь как функционально самую важную настройку, иногда она не работает, я имею в виду, что это уже начинает работать, она вот начинает сковывать и начинает тебя, как брать свои лапы и начинает давлять на тебя. Возможно, я не знаю, я так размышляю, что, возможно, так и было. Не думай об этом, попробуй просто хороший, интересный, странный ритм здесь найти, потому что здесь сейчас одинокая она, вот здесь у тебя хорошо получилось, вот, даже вот с этой тонкой буквой И. Смотри, попробуй сделать, например, просто поменять ритм этому, вот если шиворот на выворот, я могу лучше так скажу, как бы, так задание поставлю. Теперь сделай все буквы, которые тонкие, широкими, а те, которые широкие, тонкими, но постарайся уйти от этой громоздкости, которая у тебя сейчас здесь есть. Постарайся сделать это чуть более утонченно, так, более тонко, так, чуть менее брутально будет. Вот, и буквой Е, нарисую еще две альтернативные буквы, буквы Е. Вот, и в следующем, как бы, варианте попробуй отойти от, ну, я их называю, они, как бы, не ловушки, просто обрезанные уголки, но хуже, как будто ловушки, потому что, смотри, в букве А нету этих ловушек, там нету обрезанных уголков. Вот, обрезанные уголки, они всегда очень симпатичны, хорошее еще, но попробуй от них отказаться, как бы за остри форму, сделай ее более, менее дизайнерскую и более такой первобытную, что ли, да, вот, художественно-первобытную, как будто ты это вырезал в камне. Chillout, это прям шрифт какой-то, бывает. Прям, как будто ты чик-чик-чик набрал шрифт, это как бы по кнопочке такая, раз, кнопочка, тут купить. Прекольно, слушай, по рису, конечно, знаешь, что мне здесь нравится? Мне очень нравится буква U здесь, вот, она, правда, очень, как бы, остроумная, очень остроумная. Ну, и L тоже, значит, плотновато, здесь H тоже офигенная. Попробуй еще пару слов нарисовать, там, по-моему, я не только эти слова, и там был Leroy, по-моему, здесь вот такая, вот. Хорошая, хорошая, очень хорошая штука. Смотрите, у кого как бы идет, прямо продолжай делать, там, издевайтесь, как ты дальше должна буква какой-то, может, дизайн пойдет. Да, но при этом кажется, что буква H узкая. Вот это вот, это все местно, кажется, она очень узковата, эта буква H, ей надо больше воздуха, как будто, может быть, даже это белое чуть сюда подвинуть, типа, и сделать вот эту часть тонкой, а здесь ставить вот это вот. Ну, короче, чтобы она, чтобы было ощущение, что она все-таки по... Попробуй, я посмотрю, извините, вырезаю эту штуку. Ага, слишком плотно. Ну, что-то, короче, вот кажется, что здесь вот эта какая-то дырочка нужна, потому что она... Либо просто растянуть ее, потому что тут не хватает воздуха. И буква I, ява... Нет, хорошая вещь, это хорошая. Но она, понимаешь, да, она ощущается, как она как по посту, да, ощущается из-за того, что она знак припинания. И поэтому немножко меня это смущает. Если бы там какой-то, может быть, какой-то квадратик появился над ними, либо она бы выступила как, ну, типа, полноценная буква, да, прямо вот в ряду как бы они делают. Ты как бы делаешь лигатуру I и TI, но, может быть, попробовать второй вариант сделать, когда она прям будет как бы полноправной буквой, и, может быть, широкая, это тонкая, или наоборот, и там бы был бы вот этот диакритический элемент, я не диакритический, это вот точка на вне, да. Вот это просто... Этот элемент тоже как бы был бы какой-то частью вот этого всего ансамбля. Вот, а так, молодец, кайфовый. Тут даже просто нужно прям, хочется цифры тоже здесь увидеть. Какой-то холистик саунд там какой-нибудь. Или, я не знаю, фуф, неважно, может быть, год своего рождения напишется. Дурадка идея, но может быть. И вот я подумал, вот как вот тут классненько, вот таких штукей. Она бы сразу бы перестала быть, как бы, вот такой модульной, да, модульной, вот такой спроектированной вещью. Она, у нее сразу бы появилась какая-то душа, да. Ну, такая, что-то слишком высоко, конечно. Сокопарно выражать. Но что-то бы мне интересно получилось. Вот, не знаю, так, просто так, как идиот, старый, здесь, там. У-у-у, класс. Молод, красиво. It's all right now. It's all right now. It's all right now. Вот это хорошая штука. Прям классно. Красиво. It's all right now. Молодец. Это классно, молодец. Офигенный вещь. А, ты типа все круглила? Я что-то не залипал. Ага, нет, нифига, я прав. Смотри, тут ты не скругляешь. Я не знаю, правильно это или неправильно. Но типа, если ты, ну, как бы, ну, как самая главная настройка, это шрифтового дизайна, типа там, чтобы кто ни говорил, типа никто не перескорит его самый главный панч. Все должно быть консистентно. Типа, консистентно. И квадрат показывает. Вот. То есть ты скругляешь, что ты везде скругляешь. Да, то есть здесь надо скруглять, здесь надо скруглять. Если это не прикольно, я не знаю, мне такое, знаешь, ощущение, что что-то хочется менее... Может быть, я уже устал от этой, как бы, мишечек вот этих приятненьких, таких скруглений. Все скругляют сейчас. Такая у нас эпоха скруглений. Я что-то захотел уже надоел скругление, я хочу, наоборот, мне все не скруглять. Вот. Попробуй, может, без скруглений, потому что это довольно прикольно. Вот эти вот сочетания, вот это тонкое, вот это вот, тут вот буклю W у тебя, блин, извини, это кайфово. Вот. Либо, ну, не знаю, либо оставь как хочешь, может так прямо оставить. На самом деле, скругление-то проходит, мне чуть-чуть поломалось, пока я экспортирую. А-а-а, я понял. Мне кажется, без линии можно доставить без вот этой штуки. Это красиво так, само по себе. Молодец. Слушай, ну, что эти, можно сказать? Ну, ты можешь что-то... Я тут слышал, да, уже говорил про цифры, ты можешь какие-то цифры сюда добавить, но я бы не стал бы сюда цифры сейчас добавить, я бы амперсен какой-нибудь, я не знаю, хочется немножко усложнить эту задачу, типа сказать, слушай, нарисуй, пожалуйста, амперсен сюда. И слово типа, например, it's all right now, амперсен по всю ширину right now, там типа, амперсен, он как and, да, это просто символ and, амперсен, да. И писать слово, it's all right now, and here. Так, как, писать, какая-то... Пашки, где? Какую будет, если хочешь. Можешь дорисовать, прям амперсен, на всю ширину, довольно-таки кайфов, ладно. А, да, я бы тебя поломал, ты даже мочим окружишь, чтобы я не пью. Ой, как красиво. Ты попали, фу, ты пускали, фу. Прекольно. Ты хорошая, фу, вообще, корифовая. Ой. Я бы, конечно, вот сел бы с тобой, потом бы, например, созвонился бы отдельно и устроил такую итерацию чистки контура. Видно, что у тебя получается, ты быстро набрасываешь, как бы работает, черное-белое чувствуешь, да, контур-форма прям хорошая, местами звенит. Но качество контура, конечно, прям, ну, не очень, как сказать, до конца хорошее. Вот. Если сделать это просто, ну, хорошим контуром, хорошо вот здесь, пузо, буква, двухчастный, сделать правильное, буква R, тут вот местами что-то поправить. Ну, короче, то получилось бы очень кайфово и, ну, как очень хорошая вещь. Вот. А что, можно будет это созвониться? Потому что, ну, я вижу, что там, ну, не самая лучшая штука, но поправить, ну, я что-то, не знаю, ну, типа, чтобы так сходу понимать, что нужно исправить, я скажу. Я понимаю, что, да, ну, ну, это, это ничего страшного, нормально, я могу тебе записать там буквально 5-7-10 минут просто скринкаст сам, может даже не созвониться, я тебе просто запишу и покажу основные проблемы, покажу, расскажу, как их справить, вот, как с кривой просто поработать тебе, или потом как это воспринимешь как паттерн, и просто переведешь его на другие буквы, вот, и покажешь мне следующую терацию, и там дальше я могу там бежать в курсе, что там, а так кайфово, хорошая очередь, буквы F вообще фантастика, класс, вообще-то вот это full, это прямо такой, знаешь, из 60-х Monty Python фантастика, про класса, кайф-кайф, да, спасибо, давай, да, ну, не знаю, можешь еще что-то порисовать, еще какие-то вещи, если какое-то слово можешь взять, просто откуда ты, может цифры какие-то, можешь там, не знаю, погугли, Monty Python, год, возникновение, вот, и пиши его сюда цифрами, как бы, окей, окей, People's Party, ага, Халис, Александр, кто-то еще рисует, да нормально, отчего ты, нормально, просто продолжай, тебе тут Т не хватает, и у каждого своя получилось мне очень нравится эта вещь сама по себе вот просто вот как бы это принято для меня практически на футболку тоже больше не хорошее у кайфовый учета прям так вырастает а ставь эту как вот как нос какой-то такой опухший нормально конечно выносной элемент это должен быть присутствует должен попробую его смотри ты можешь прописную нарисовать здесь называемый уникейс типа т прописная в размер строчной есть просто как бы исторически она есть даже такая соответственно ты вот эту часть вот ты ее берешь вот да и здесь вот как бы закрывает я имею ввиду не рисую такую если такую высшей саду там еще дырка будет больше вот поэтому просто нарисую такую типа 13 век это прям такие люди танцующие тактика знаешь такой провозик красивую мою дали серьезная вещь хорошо 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 прикольно было бы если бы ты например ты обратный сделал как бы обратный наклон сделал ну типа теговая штука граффити ставил райтинг а если бы ты даунтемп и соответственно в другие стороны другое а потом вот ну как а это типа балерик ровно написал глупо вообще прикольно ого ничего систи фрайк ё-моё надо ему отправить антох ой красиво слушай блин это хорошо очень но надо успеть потом давай давай это красиво чувак это реально красиво это прям хорошо мне нравится вот мне нравится пропорция буквы р то что она такая узкая что такая останавливается действие здесь отрезать хорошо что ты взял букву я скажу против буквы не ее очень необычно но это как бы добавляет такого самобытности этому латерингу буквы не широкая блин как сидел как надо буква т с этими татчайшими тонкими таким не знаю ушками что сделать закругление делал делал я не пошло и решили упасть у какой буквы а у т до достаточно быть такой класс я имею ввиду что например как бы мы смотрим на это да когда мы рисуем ну типа мы рисуем не знаю как ну что то как то происходит так что получается ну потому что мы наверное получается там короче происходит а когда начинаешь анализировать эти вещи начинаю задумываться почему это именно типа так выглядит почему у меня в голове была такая буква т но смысле я вам скажу честно как бы категория так буквы т в шрифтах очень мало но смысле их вариантов буквы т в широких гротесках на равна пяти процентам и 100 очень мало кто рисует букву т без но нижнего штриха которая да без нижнего штриха который идет слева сверху вниз на направо вверх короче да ну ты понял но очень их очень мало не знаю я их вижу очень мало и вот эта штука мне очень нравится потому что она как бы тут а во-первых она уместна работает круто она добавляет живописи всем остальным буквам стройности и необычности и при этом ее вот обратите внимание что ее вот этот вот элемент на самом деле же он должен быть в этом месте ну в смысле должен быть ниже а ты его наоборот наверсал выше тоже необычно короче то что ты рисуешь я его нарисовал по вот этому просвету у ай вот это белое оно перетекло вот в этот черт ну смотри логика ты неправильно была но нарисовал хорошо ну в смысле это красиво это необычно вот поэтому 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 классно вот но нет времени окей на 85 будет время нарисую грамм я бы сохранил я вообще все ваши штуки бы сохранил потому что они потому что не кайфово почему объясню потому что как бы быстро и все что быстро это как бы не из опыта а и просто из а из вашего творческого какого-то интеллекта до из ваше творческого чувствилище которого когда-то накопили а сейчас вы используете ровно его как бы вот этот скилл вы используете и чтобы вытащить там мне требуется на самом деле одна настройка просто время 20 минут у вас есть вот и поэтому все что быстро истинно что ли вот поэтому и соответственно как и красиво необычно давай 85 а кому это штука хорошая такая приятная прямо блин его прям шрифте с такой бы сделал а потом превратил бы его потом бы печатал его на чем-нибудь и перфорировал может быть даже знаете такие перфорированные карточки были вот это типа какой-то какой-то код классно 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 я тебе советую просто в качестве я не говорю тебе сделай шрифт будет круто уж продавать сделай постарайся перевести если тебе будет вопрос напрямую не пиши почему как просто при перекинуть это вниз скачать там реальный месяц будет он у тебя и перейти туда и понабирать чисто и просто другие уже покупку рисовать если тебе будет интересно просто в качестве опыта это основе ты как бы зацементируешь вот это вот эту практику во-первых рисование во вторых сразу как бы использование в шрифте вот и и набираем сразу слов это хорошая хорошая штука и она ну короче я бы тебе посоветовал это сделать потому что прикольно это прикольно вообще если у тебя есть время ты еще здесь то давай латинский алфавит все прописные знаки да все все буквы 26 букв просто мне кажется у тебя как-то быстро все получается работы я бы все буквы здесь нарисовал попробуй соответственно тебе легче будет потом вставлять это красиво это очень красиво это очень красиво да тут он став это красиво прямо мне очень нравится 3 я тебе просто так быстро ну пока есть там секунда вот вот эти вот как бы остановки и здесь такие как бы жесткости что это не так вот красиво так вот это происходит какой-то тут вот слом такой маленький это очень красиво я бы запомнил бы использовал здесь просто их нету как бы от их чуть там как бы сам как придумал это кайфо круто знаешь кто это откуда этот референ ты знаешь что такое уильям эдисон длингс а ты так твоя профессия какая-то занимаешься а что эти фильмы американские старые когда начинаются они помогут с этого когда сидит чувак там типу кучу вот этих сидят в ячейках этих ребят с наушниками с микрофонами они звонят и начинают разговаривать рандомно с кем-то ну и я так почувствовал себя как раз в роли такого человека типа тема привет чем ты занимаешься короче выливается длинница он придумал название твоей профессии графический дизайнер в смысле он это как придумал как придумал это название графический дизайнер вот и этот референс он из его книги это его рисунок тут как бы сочетание всего он есть заметил там как бы гротеско грузковости венточной и антиквы и простой антиквы как будто чуть-чуть не ставим вот но ты но смысле просто я тебя анализирую хэллоу этого проекта вот я сейчас продвинется скину обязательно почитаю просто это великий был человек он крутейший суперский дизайнер американский я его использую как примеров в кампусе после playtime потому что он ну по моему один из пионеров вообще модульного проектирования шрифта вот короче в чем что что тут круто то что ты просто успел все это сделать это определенно молодец и классно что ты как бы компонуешься ты проектируешься практически архитектор но что я замечаю здесь важная у тебя нет ощущения то что это как будто нужно чуть потянуть потому что в такой пропорции приблилась как будто упала какая-то плита такая хренась черная и она прибила эти буквы и кажется что было бы кайфово чуть и вот так сделать он сразу начинает ну как сказать но как будто в банке просто там раз взбодрился и вот пропорцию если бы ты чуть поменял во-первых во вторых ну вот смотри вот эти тонкие элементы просто как бы проходясь чисто по техничке пропорция а потом вот эти тонкие очень усики вот эти элементы которые повторяют штрих пера и вот везде надо как бы консистентно держать и кажется что буква с 1 буква с вот здесь y возможность тоже точно нужна такая тонко качество пойдет что ты делал быстро но естественно ты как бы набрасывал но если править это то я бы вот это сделал точно точно бы сделал с пошире машина узкая вот такая маленькая узкая л кайфовая но здесь и мало место видно что и как бы надо еще суда чуть вылезти так вот сюда вылезти букву D вообще замечательно но чуть тоже вот эти вот засечки правильные классные засечки видно что они чуть меньше у тебя но ты сделал их потому что потому что черного тут меньше было это просто надо да он больше чем это я бы чуть их вытащил чуть-чуть возможно а вот здесь бы что-нибудь перепридумал бы вот смотри как бы это вещь типа на вечер сделал получилось круто молодец быстро как бы сработал это это кайф вот у тебя все получилось но вот вот эти вещи про которые сказал ты можешь поправить просто брать на них внимание и как бы важно это про пропорцию про консистентность и про ну просто про про качество знака про про возможности его да какие еще возможности у знака вот поэтому иногда знаешь я у у меня вообще такая техника вот мы завтра будем созваниваться с ребятами разговаривать по поводу что такое современный шрифт и я хотел сказать и я начал записывать какие-то мысли которые мне приходят по поводу этого и я понял что современный шрифт это вот это такая инженерия когда ты каждый элемент точнее каждую как бы позицию каждый слой внутри леттеринга стараешься делать максимально эффектно чтобы он просто звенел он был красивым он чтобы тебе нравился и это самое главное одна из самых главных настроек практически современного шрифта как шрифта который модный да который больше лайкают покупает больше так далее да самый лучший шрифт наверное самый современный шрифт скорее всего тот который больше покупать да ну типа его значит оценивать деньгами вот и как я ушел немножко мысли но что самое главное сказать что вот эту эффектность вот я начал с эффектности с пропорции я увеличил и ты увидел о он стал лучше более эффектно лучше стал работать вот вот эти штуки все время держи в голове это важно очень важно мысли я имею ввиду что все немножко боятся этой профессии шрифтовая дизайнера типографики вообще бог боятся больше много есть неких таких каких-то законов там таких скрижали которые нельзя нарушать вот это все не очень ну и в смысле это неправда в смысле их нет и правила есть но они там как бы просто как бы как сказать ты самый должен для себя воспроизвести не следует им воспроизводить их сам для себя спасибо пожалуйста о супрематизм классно блин вообще но это прям шрифтец прям надо в идентик убрать красиво вот эта штука классная спасибо я бы даже вырезал бы эти элементы и просто бы руками пособирал потому что прям как бы хочется взять их классно классно ну я вот из них примерно и собирала весь шрифт вот круто буква z слушай у тебя прям по сетке z получилась такая я не то чтобы по сетке делала я просто как бы направляющей поставила чтобы она немножко не была и мерила по буковке а в основном все но прям сильно заморачивалась вот но сразу получился довольно прикольный консистент смотри единственное две штуки которые ты скажешь ну так чисто по верхам а буква m отвалилась видишь какой большой вот это надо прям тут можно подвести потому что это да да конечно да подвигать смотри еще мне не нравится буква r буква r а чем тебе не нравится не знаю она какая то как будто немножечко из другой темы хотя вроде бы все из одинаковых элементов ну смотри липнет она нормально я имею ввиду что она она в ритме она встраивается нормально как это как как клавиши пианино они все как бы как на своем месте ну я такая я смотрю на это мне это нравится вот эта квота ну смотри если она тебе не нравится это на самом деле хорошая такая как бы такой звоночек когда я что-то не нравится но просто перенесу рассказывает Druzo для того что когда какая то буква ну белом не уверен в ней , то альтернативный знак рисуй 아직 нажмите по понятию альтерны ну как g кшепti они называются альтернаεια и рисун альтерна Krydayd и не удаляй старую когда ты вот делать, когда ты в эту традицию войдешь, что ты что-то больше рисовательного, что-то не нравится, и ты делаешь альтернет из этого, то потом просто смотри на каждый... вот ты нарисовал альтернативную букву, всю надпись с этой альтернативной буквы посмотри. И потом, на самом деле, возможно, произойдет такая вещь, что тебе какая-то другая буква не понравится, потому что тот альтернативный знак, который использовал ты в этой надписи, она меняет в некотором смысле игру, она меняет логику немного, и начинает другой символ менять. Я прикидывала, у вас здесь уголочек, и он не очень смотрится на самом деле, вот этот вот уголочек. Да, да, потому что черная начинает она. Да, она слишком какая-то вообще. Короче, я подумала о ней, но решила, что я не знаю, что с ней делать, и оставила так, пока что. Не, кайф, 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 слушай, там, ну, я как и сказал из этого, ты просто можешь потом дальше. Ну, остальные буквы порисовать, порисуй остальные буквы вообще, не проблема, попробуй. Я не заставляю, не-не-не, я просто тебе говорю, если то есть время, то прям, да, поделай. Получается, потому что хорошая штука. Вот, good, 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 о, класс, it's a runaway. Спасибо большое за фидбэк. Тебе спасибо, класс. А как тебя зовут? Меня зовут Миша, ой, извините. Сори, это я. Это я просто типа не лаком вопрос, окей. Это к тебе вопрос, супрематизм и сборь. Меня зовут Миша, это сокращенно от Михалина, типа Евгения, Жени, Александра, Сашу, Михалина Мишу. Ага, Михалина, ну, кайфово получилось. Короче, хорошая штука, молодец. Спасибо. Просто я хотел назвать твой имя. Класс. Вот это хорошо. Да, ну, вы, плох. Мне кажется, вот даже вот это как будто начинает. Классно, вот эти штуки прям вообще красиво. Я думала, да, просто с контурформой переделать, ну, как бы, в процессе. Я еще пока не понимаю, как лучше это все делать. Угу. Вот. И, ну, вот играть именно с контурформами, с тем, что внутри. Да. Да-да-да-да. Мне вот нравится вот эта вещь. Вот это хорошо, когда вот какие-то понятные, очень простые. И, кстати, оптика есть, молодец. Вылетает у тебя. Встраивается какое-то пятно, такое, какой-то объект даже просто встраивается в этом, туда внедряется. И благодаря нему, как бы, вообще начинает все классно очень работать. Ну, и также буква А. Мне кажется, это классная игра. Я бы попробовал дальше быть в фиде тоже раз двигать. Б, например, на Б посмотреть, какая Б может быть там широкая. Ну, понятно, что Б может быть как Р, да, для два кружка. Но, может быть, наоборот, она типа квадрат. Просто квадрат с двумя кругами внутри. Класс, класс. Да, круто. Да, если у вас остается время, там, импостеры, там, нафиг, желание, что поделать. Нету. Ой, круто. Блин, глинец вообще кайф. Это, это артиссимо. Красиво. Молодцы. А кто это сделал? Анонимис? Это я, Алла. Алла. Кайфово. Молодец. Тут прям не хватает каких-то, какой-то иллюстрации или не знаю чего-то, не хватает каких-то штуки еще. Необычные. Спасибо. Молодец. Если есть время, ну, не знаю, как бы, и ЦАП, ты это можешь нарисовать. Хорошо, попробуем. Давай. О, круто. Мне кажется, цифры получились лучше, чем эта пятерка. Пятерку можно прибрать. Можно я только воспользуюсь возможностью ее нафиг бабахнуть отсюда? И... Ой, да-да-да, это хорошо, блин, это прикольно. Восьмерка тоже хорошая. Слушайте, ну, прям вот, какой-то иконец как бы, рисовал. Семерка что-то тут просто смотрели, да. Вот Кань, да? Да, привет. Привет. У тебя уголочки, все нормально, а тут какие-то не уголочки. Да, семерка, мне кажется, не отсюда, как будто у нее какой-то намудренный. Да, пятерку забудь. То, что вот это референс, это плохой вещь. Вот это хорошие вещи. Симпатично очень, да. Это очень, да. Извини, что я чувствую, как вы понимаете. Это все довольно прикольно. Как-то так. Ну, с этим можно играться. Ощущение хочется поиграться. Кайф. Продолжай. Спасибо. Быстрый, дизайн быстрый. Один, два, три, четыре. Это единичка. Двуочка, я бы, я бы, я бы, ага, как бы еще. Шестерка классная. Почти, пятерка. Ай, шестерка. Невозможно понять, да? Слышите, нет, это шестерка. Да, шестерка, девяток, супер. Это пятерка, это восьмерка. Нет, это семерка. Красиво. Ай, седьмого, гад, это семерка. Ну, ладно. Смотри, вот это круто. Вот это классно. Видите, вот такие элементики, это красиво все. А если это еще, знаешь, как ты там обрабатывать, там, что-нибудь еще с этим делать. Так, красиво. Вот это прикольно очень тоже. Ну, кайф. Слушайте, ну, хорошо, что вы? Хорошо посидели, поработали. О, пьянки, уходите домой, правильно. Класс. Круто. Валь, знаешь, что? Чего? Извините, что я так прыгаю из одного скача в другое, но времени мало остается. Я бы потоньше бы делал. Вот посмотри, как есть здесь тонко-хренолины такие, маленькие, тоненькие штуки. И вот здесь вот так тоненько, такая ловушечка как будто появляется. Я бы, если у тебя будет время, не будет ничего страшного, ну, просто ты должен сказать, вот их бы сюда добавляла и тоненькие вещи, вот сюда бы тоже чуть-чуть. Как будто ловушки вот эти, да? Когда у тебя, когда ты наблюдаешь... Да, стопы, когда ты наблюдаешь, что происходит со штрихом. Примерно, примерно вот так. И здесь так, вот так, вот так вот, ты так вот увидишь. Здесь, наверное, вряд ли это не надо, просто, ну, наверное, вот так просто нельзя. И здесь, возможно. Либо, кстати говоря, можно я поплыл, но даже нет. А хотя бы, может быть, и сюда, вот здесь бы вообще сюда бы ушел. Прямо вообще вот сюда. Поставил бы маленький, да, итальянный, маленький. Вот. Вот, короче, да, вот такие вот остроты бы добавил. Потому что, смотри, вот здесь она как бы, из-за того, что контраст элементов, она только вот ощущается. Спрота. Вместе от этого. Вот я бы отдал бы еще. Ты еще сверху вот эти вот штуки сделать более взятыми. Да, 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 да. Вот это ты вот знаешь, что ты вот, типографическая вот эта вот мудрость. Вот, и прям можно в этой статье какой-нибудь. Про хохлому. Да, 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 про хохлому, да, что-то такое. Такое, типа, как бы, ладно, за то слово. Кайф, молодец, прям хорошее. Да, да, молодец, классно, что оно такое. Я, знаешь, хотя ты как раз не сказал, что можно же ее бегать сделать. Ну, типа, здесь такая, мы там, как бы, это, мы держим все, да, как на, 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 на этих, на кончиках пальцев. Все управляем. Ну, если бы она, ну, короче, потому что вот этот поворот и этот поворот, ой, неважно, это, как бы, рифма и хорошо работает, во-первых. А во-вторых, как бы, они разные, это уже круто, когда есть какие-то разные буквы в леттеринге, в каком-то блоке акцидентном, ну, типа, одни и те же, но чуть разные, и это очень все используется, кайфу. Ну, не знаю, это как-то работает, более эффектно. Да, так лучше, потому что они в разные стороны направлены, и поэтому рифмы. Да, 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 это уже неверно, видишь, потому что здесь уже такая вот… Да, здесь уже тогда начинается… Да, 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 это, знаешь, вот, когда вот видишь, когда бывает такое, ну, гуляешь на улице и видишь человека, который чересчур переоделся, чересчур надел, там, у него зеленые носки, зеленые штаны, зеленая футболка, зеленая бейсболка или шляпа, зеленые ботинки, ну, не так уж прям, ну, половину из этого. Ты понимаешь, что, блин, смотри, вот, если бы ты не надел ботинки зеленые и шляпу эту, и вот этот долбанный ремешок, не зеленый тоже, все было бы круто, а ты переборщил. В типографике это очень часто происходит, когда люди переборщивают, и вот, поэтому иногда вот нужно, чтобы она, так сказать, была… Ну, типа, знаешь, ну, логически, да, они все должны как бы в эту сторону штрих, скажу, в эту сторону, все тогда в эту сторону. И, короче, вот эту штуку, как просто запомни, что иногда не надо делать так, как бы, ну, красивее просто не надо делать. Иногда вот это, типа… Как «я» и «е». Мне кажется, это очень классная находка, то, что они стоят в этих словах разными. Да, вот-вот, классно. Да, это именно об этом. Чаполино, короче. Чаполино, а кто делала Чаполино? Я делала Чаполино, потому что я пока не сдала рисунок и что-нибудь еще делать, это очень весело. Вот смотри, вот эти все буквы хорошие, кроме… Кроме «С». Кроме «С», да. Не вот не этой штуки, а вот именно этой штуки. Как бы, да, она здесь есть, но она не до конца выражена. Она так очень рубит, очень скалится. Чаполино практически нудкрайкер, да, превратился в этого, как нудкрайкер, как его щелкунчика. Он ломает вот эту, как бы, скорлупу. Ну, это я так уже в образные, как бы, слои ухожу, но она черширно тально. Да, вижу, нигде не случается таких случаев. Ну, то есть, да, это… Да, 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 да. Надо чуть попробовать, попробовать другое, альтернативную какую-то букву сделать. А так, кайфовая надпись, вот это хорошая очень идея. Какой я… Вот это супер, вот здесь, вот что здесь происходит, вот кажется, это все, просто ДНК практически здесь находится, всего… Всего, ну, всей надписью. Ну, как бы, отсюда можно все взять. Ну, это не зрительница. Да, не совсем. Ну, такой тонкой нету буквы R здесь. Сколько? А у тебя она есть, и это даже красивее, чем здесь. Смотри. Не такая, да, 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 не такая. Вот эта плотность у тебя, тем более, не такая. Короче, здесь это как-то стало более, в твоем варианте, более выражено. Лучше. О, блин, ну, вот эта красота, яхмикарек. Класс. Короче, Барь, молодец, кайфово. Спасибо. Кирилл. Кирилл. Кирилл Кейн. Кирилл Кейн. Да, это я. Привет. Кирилл Кейн. Привет. Я рад, что ты зашел к нам. Привет. Привет. Слушай, ну, ты сразу же понял. Класс, класс, класс. Красиво, молодец. Спасибо. А, говорит, сколько тебе понадобилось времени? Слушай, да, ну, как обычно, типа, я сразу в Глис сел, без учеби, сел. А, да, 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 да. И довольно быстро получилось собрать основные такие буквы, я там потыкал, еще посмотрел, но еще есть ощущение, что букву С надо искать, как будто, я не знаю, ну, не до конца уверен в ее форме. Да. Вот, да, и надо подумать над ней, там может чуть-чуть как-то покрутить, вот, вот это все круглое, посмотреть, как она может работать. Но вот это хорошо тут, как ты все, я не обращаю. Да, я вижу, что тут, ну, как бы, докручивать можно, в смысле, с контуром можно посидеть. Вот, М у тебя темнит здесь, нигде так она не... нигде не темнит так глупо, как здесь. Ну, это классика, М глупо, это... Всегда, это проблема, я имею в виду, что это дитерационная вещь, там, один, два, три посидел раз, и уже не темнит. Вот, а так, вообще, класс, класс. GA, прям, молодец, Маргарет, да, это она супер, что, провел время прекрасное, что. Согласен. Сейчас я вот эти штуки, спасибо тебе, сейчас я эти штуки закинул в этот, в наш чат, ну, в наши чаты, короче, все вот эти чаты, которые появляются повсюду, блин. Да, супер. Кайф, блин, я рад, я рад, что мы вместе, блин, и рисуем, и вообще получается круто. Большое тебе спасибо, просто супер лежуха, очень крутая. Да, блин, мне, ну, вот, тоже нравится, как... Потому что, как, ну, я же ничего не загадываю, просто буквы вырезаю, как бы то, что нравится, кладу, а вы просто раскрываете коробку с вкусностями. Сами, да, вообще. Офигенно. The boredom, copying of apologetic men. Офигенно. Макс, кайфово. Как ты? Нормально, первый гротеск в жизни моей. Ну, естественно. Первый раз в Glyvse? Это уже в Glyvse, да. Я решил сразу в Glyvse попробовать, а не фиг не. Да, смотри, она абсолютно крутая. Да, и ты знаешь, я к ней как-то, на самом деле, пару месяцев привыкал. Я все-таки рисовал в иллюстраторе, я не мог там ничего, но потом, в какой-то момент все-таки уже стал ее использовать. Ну, в смысле, не то, что я стал использовать, а рисовать именно там стал. Вот. Ну, ладно, это такой длинный разговор. По поводу штуки этой, смотри. Я не могу не говорить, когда что-то вижу, и мне что-то не нравится, либо нравится. Вот. И самое первое, что я вижу, я просто не могу кто-то не говорить. Я вижу вот здесь вот жирно. А здесь не жирно. И здесь не жирно. Да? И здесь не жирно. И здесь не так уж жирно, как здесь. И мне кажется, что здесь должно быть тонко. Посмотри, как Т у тебя уходит. Какая у нее... Ну, не знаю, что такое. Ножка, да? Как-то придем, что-то назовем. И тут просто тоньше должно быть. Прям реально тут чуть... Ну, не чуть, а прям в два раза тоньше, скорее всего, должно быть. Тогда будет вообще кайфо. Вот. Буква О. Вроде она в черном вообще хорошо. Ну, в смысле, она как бы в ритме вот... Это как семья, да? Она нормально смотрится. Но как будто чуть переела там мороженое. И мне кажется, что, может быть, ей надо тоже вот здесь вот... Ну, короче, я про консистенцию. Что возможно, невозможно, скорее всего, точно. Надо везде держать вот эту вот... Вот эту вот... Вот ту плотность, входящую штриха в стэм, которую у тебя... Ну, короче, выбрать ее, эту плотность, и везде ее держать, придерживаться ее. А так, смотри, еще такая штука. Ну, понятно, что быстро, но вот буква А, да? Вот это обратение на что-то очень странное такое. Там вообще, там, типа, я не знаю, что там сделали. Просто ей шляпку какую-то отрезали. И, не знаю, на месте этой шляпки вырос такой хохолокий. Это классная вещь. Сильно, конечно, архаичная. В связи с ней сильно архаичная с точки зрения 20 века. Такое, ну, вот такое все очень... Ардекошное. Не ардекошное, наверное. Ну, короче, ладно, не будем далеко ходить. Но она странная. И вот мне хочется, чтобы еще чего-то странного такого появилось, как буква А это... Мне кажется, скорее всего, это буква Ема может быть. Буква Р. Р у тебя тут как бы она окей. Просто тут хорошо, да, нормально так может быть. Но, возможно, она как раз может как бы выступать как бы друг с другом буквой А. Тоже немного странно, тоже необычно. Возможно, вот эта вещь, она вообще как-то типа отдельный штрих, возможно. Да, она также касается тонко, вот здесь. Ну, в смысле, будет касаться тонко, как буква А. Но я к тому, что рифма, рифма не хватает буквы А. А такая классная, что понятно, что в G она типа, есть поддержка ей, но не хватает ей чего-то. Ну, в смысле, ей нужно найти друга, вместо создателя. Вот, спасибо про букву Т. Да, да, это, она, ну как бы, то и то работает, круто. Но вот здесь Аполлоджерик, вот именно это слово, вот оно самое прям кайфовое. оно как бы прям так все вот мне сложилось. Это шестидесятничество такое положил. Пурисовое. Вот. Короче, кайф. Спасибо большое. Я рад, что тебе рисует букву. Так, о, ага, вот класс. Вот, буква Т, ну, ну, прям ты почувствовал, почувствовал тусовочку. Хочешь сказать, так же, чуть-чуть, ну ладно, не будет. Класс, класс. А что ты там пустыни? Не-е-е-е, ты еще могу. Да-да-да, прямо классно. Круто. Че, ты сделал свою работу, и все у тебя получилось? Красиво. Вот, ты добавил вот эти маленькие засисочки, посмотри, как сразу беленькая там работает, красиво просто, очень красиво. И S необычная стала, полу-G, да? Мне нравится вот это ее такое пограничное состояние, то ли это G, то ли это S. Вот это странно, единственное, что я тут не понимаю, вот это странно, но вся надпись кайфовая. Прямо, молодец. Вот получилось. Ничего не скажешь. Это уже как бы, ну да, нормально, но здесь уже все. Ты понимаешь, да, вот этот вот уровень сложения, леттеринга, да, в смысле уровень создания его, что ты проходишь несколько слоев. А что вы там? Сеточка там ровненько нарисовала, все сложила, композиция хорошая, окей, красиво. А что-то не хватает, хоть и химии нету, да? Что-то как-то не вибрирует. Ты начинаешь когда добавлять какие-то такие хитроумные такие вещи туда, то он, во-первых, твоим становится полностью, да, он, ты его, как сказать, он тебе принадлежит. Ну и, во-вторых, он более эффектный, работает более эффектно. Вот, поэтому спасибо тебе за эту штуку. И это, кстати, тоже хорошо. Хорошая штука, вот и вот. Но мне больше это нравится. Слушай, на твоем. Так, ну чё? О, ну, класс. Строчка только, конечно, чё-то ты тут скачал. Ну, ты, наверное, не понял, чё здесь происходит с ней. Вот. Но вот это всё прям кайф, хорошо, красиво. Ой, вот это да. Класс. Морожь, какая речь. Так мне нравится, когда есть рука живая. О, блин, ну это прям шриф нам делать. Кайф. Да. Да, не шриф. Ты как будто проснулась. Да-а-а-а. Да, я просто себе делаю, у тебя такой голос, на самом деле, у Банюки, у Ищеня сижу, как мантры какие-то, знаешь, в течение двух часов. Да-да-да, вот так всегда происходит. Кайф, хорошо. Не, ну, чё? Работаем. Слушай, круто, круто, тут всё офигенно, лотеринго, класс. А почему ты написала лотеринго? Я на самом деле что-то запуталась немножко, я не въехала, какое общее слово надо было писать. Потом я что-то подумала, у меня какой-то конкурс случился с тем, что я не могла придумать своё. И я такая думаю, что я возьму, что-то не вижу. Круто, лотеринго, супер, супер. Минус полчаса, там, поправить, выгрузить, создать здесь доску. Минус полчаса, ну, я понял, я понял, круто. Минус полчаса, персонально, респект за букву Т, это хорошее вещь, это красиво. У меня, знаешь, такой вопрос. У меня было очень спорно буквы Е, потому что я, если честно, не поняла, как делать вот этот вот стыковочный элемент между ними. Ну, это классика, ты знаешь, самое главное. Да, и О, соответственно, О я решила вывести просто, ну, как бы, в одну толщину тоненькую. Ну, правильно, ничего, хорошо. Ну, я, да, вот эти акцентные моменты на R, на N, на G я поставила, но у меня тоже был вопрос, насколько часто нужно это использовать, потому что это вроде бы такая же пышечка, которая мне нужна здесь, но при этом это существует. И должна быть правильная, может, я загналась? Ну, наверное, загналась чуть-чуть, но вопросы правильные, в принципе, ну, хорошие, правильные, как появляются идеи, вопросы, это нормально, как должно быть, как не должно быть, и так далее. Но здесь, смотри, если из этого делать шрифт, то там надо, да, об этом надо думать практически, да, не просто там размышлять, а прям конкретно пробовать, так или не так, и смотреть на традицию, возможно, если она подсказывает, если она ничего не подсказывает, тебе традицией не надо пользоваться, потому что всегда за гранью традиции лежит прогресс. Когда ты отходишь от традиции, что-то начинает прогрессировать, что-то начинает другой работать. И тут много у тебя хорошего сочетания есть, тут такая довольно умная какая-то вещь, вот, и есть прогрессивная вещь. Вот это хорошее, как бы она тонкая, ну, как говорят, любят этот обратный контраст. Он, не знаю, до сих пор его любит или уже не любит. Вот тут что-то есть такое, очень странное, обратно-контрастное. Но я бы вытянул, наверное, ее немного. И тут, в принципе, все окей. Единственное, что у тебя просто контур надо править. Это не все буквы нормальные, они хорошие, контуры правят. Но буквы G тут, конечно, что-то вот тут, наверное, пересчур. Скорее всего, она должна быть, наверное, вот такая. Ну, я имею в виду, что вот этот, как бы, музыкальный знак, я имею в виду, тут немножко музыкальные такие знаки. Чтобы этого не так прям не получалось, скорее всего, нужно вот ее как-то вот выносить. Да, выносить не вниз, остроту не здесь создавать, а остроту создавать вот здесь. В этом месте. Как бы вот сюда она несется, да, а не вниз. Вот, и когда будет вообще кай-холу? Ну, хотя здесь тоже окей, но она узковата, узковата, по пятну узковата. А если будет вот так, то тогда она вот эта вот конденсация будет, да, она будет вытягивать, и будет лучше. Вот, может, ты что-то поправишь, и станет, ну, я имею в виду, даже здесь, может, побольше, тут еще лучше. Ну, вот, а так супер, что, молодец. Ну, все, спасибо, большое. Кафадрон. О, вот, холестик сам, да, 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 да. Ну, это прям шипец. Талия, это прям шипец. А ты вот слышал про то, что я говорил, сделать своим, вот тебе как будто чего-то, какой-то вот еще следующего шага не хватает. Не полного шага, а может, полушаг, полухода, скажем так, чтобы что-то сделать, туда добавить что-то свое в нем. Ты уже добавил ускругление здесь, это уже превратилось плюс-минус в эту штуку, уже в твою какую-то, но здесь чего-то еще не хватает тебе. Эйча супер, вообще, молодец, прописная, правильная тут, не знаю, от чего подумай, возможно, не знаю, вообще, кстати, с насечками в эту штуку подумали, в эту сторону уже сходили. Сейчас. Привет. Привет. Ага. Ага. А, не раз слышу, что ты говоришь? Я говорю, первый раз пробую. А, первый раз. Ну, у тебя получилось? Да-да-да, нормально, нормально, у тебя получилось, но просто посиди, подумай, что здесь еще может произойти. Я вот сейчас сижу, пока не понимаю, что здесь может быть. Точнее, понимаю, но мне все не нравится, что я понимаю. Хочется что-то другого. Наверное, можно куда-то посмотреть чуть-чуть, а может и не надо. Не знаю, какие-то, что-то тут хочется еще привнести сюда, какой-то стринг, да. Какой-то штуки. А так, молодец, для первого раза вообще кайф. Хорошо, так они у тебя, знаешь, они так у тебя чуть в себя текут куда-то. Ритм такой какой-то немного. Техно-самд 97-96 года такое что-то, как будто. Диджей Смух. Е-супер. Дэн, Е-супер. Дэ. Игрик нет, зачем? С выносным элементом, он тут не нужен такой. Да, вообще тяжело удалось, что-то прям. А она нелегкая, чувак, это нелегкая вещь. Да, я уже почувствовал. Когда я ее поставил сюда, я вообще думал о том, что, блин, может ее нафиг убрать, потому что это... Ну, тут такие вот эти обрезы, такие спорные какие-то, какой-то декор какой-то непонятный за уши притянкой. Но вот в этой сложности все-таки что-то есть какая-то, зиминка есть, поэтому ее оставил. Но ничего страшного, нормально, как бы, ну, хорошая тема у тебя тут есть. Вот, Y, смотрите, вот для того, чтобы дальше обсуждать, нужно сделать выносные элементы, как для G здесь, так и для Y. Как я начал с того, что кто-то, я не помню, кто делал надпись Dance Inside, да, сейчас я к ней приду. Вот это тоже, типа, блин, надо, чтобы ровненько там она... Не важно, нет, нет, иногда, чаще всего в типографии как раз выносные элементы добавлять, что больше. А я как раз думал сначала добавить их выносные, а потом такой приплюснутый и, типа, сделал так. Ну, да, 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 ну, короче, я бы сделал точно, двинул бы вот эти вещи, эти вещи, эти, и потом дальше бы смотрел на все остальное. А так, хороший набросок, вот здесь, квадрон. Так, Макс, да, ну, что говорит, о, вот это красиво тоже, да, класс, класс. Привет, кайфово. Ну, это хорошее, ну, кто-то разложил все. Знаешь, кажется, что нужны тут часы. Если бы ты нарисовал римские цифры, я вообще часы такие сделал бы, да, вот из этих цифр. Но, не, ну, не знаю, почему у меня такое ощущение появилось. Это было бы вообще прикольно, классно, так они были. Ну, я имею в виду, что они, в смысле, посередине не это, циферблат, нормально, ну, в смысле, стрелочки. А циферблат римскими цифрами. Вот именно в такой стилистике это прям very nice было бы, да, было бы круто. Вот. Так. Опа, прикольно. А кто это сделал? How do you play it? Только что-то тут, это, какого-то, по-моему, буквы не хватает. Это трек. Я. Так, а кто? Кто я? Никита. Кто это? Никита, привет. Привет. Я рад, что ты с нами. Привет. Ты в Сербии? Да. Ага. Хорошо. Крутяк, подожди. Там же буква какая-то была, ну, в смысле, еще что-то было. Там была R-буква. Да, 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 вот то, что я писал. А-R. А-R. How do you play it? How do you play, да, да, вот. Да, черт возьми. Не мог я откидать, Хмеля. Хорошо, ладно, но это, не знаю, все-таки. Хорошо, ну, кроме, я тебе говорю, как просто не считывается. Новос, хоуп. Ну, короче, но надпись кайф. Чуть тут как бы играет, как будто что-то, но, да и хрен с ним. Очень красивый знак вопросов. Вот это классная штука сюда переходит. Какое-то глушение, типа, практически логатура. Пэм уж пошире, но, короче, супер-кул. Спасибо. I hope you like it. Что говорите? Ага, вот, вот, это уже круто. Все равно, что тебе? Она все равно тонковата. Танковатистость. Танковатистость. Маленько тонковатистость. Вот, но это лучше, чем вот этот, по-моему. Хотя спорно. Нет, не знаю. Тут то и то хорошее. Думаешь, что бывает, когда ты послушаешь? Человек, который что-то там придумывает. Да не, 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 то и то хорошее. Это что-то в этом тоже есть. Но все равно здесь она, как бы, что-то с ним надо с этой буквы сделать. Она очень-то одинокая. Она прям... Ее зажали, она так... Какой-то буллинг тут происходит, буква А. Вот, ну все, вообще, какой-то, по-моему. Кайф. Ого. Ага. Это прям алког. Скоро на 20-е годы, 20-е годы. Баухаус. Кто-то набрасывал, так сидел. Тут, понятно, контур, конечно, дичайший. Но что-то вот там есть. Поэтому мне нравится что-то в этом листе такое странное. Вот, резанное просто, вырезанное из бумаги. И сочетание вот этого вот Дерейна. Вот это живое, растровое карто. Это их буквы, вот этого. Короче, какой-то прям хвост практически. Приятно смотреть, какой-нибудь хвост. Так, ну чего? Все? Ага, е-мое, вот еще. Андрюха. Андрей-то здесь? Гарганзала, Гарганзаль, просто куда? Да, вообще, кайфу. Кайфу. Ого, кайфу. Лучше видишь. Пять секунд, я сейчас закину остатки. Давай. Только ты не обновляй, оставляй, чтобы видеть прогрессию. Ого, а глянешь моя? Да, да, сейчас. О, да, да. Пошел. Пошел, шучу. Я, понятно, что тут можно разговаривать, комментировать и так далее, я думаю, ты сам все видишь, но что-то вот в этих, вот в этой букве Y, наверное, ее надо все-таки спускать на линию набора, вот внизу, на начало, на пропорции и так далее. Тут всякие есть, но что-то вот в этом, не знаю, что-то в этом есть. Как-то все тут собрано. Короче, молодец, классно. Не знаю, вот, что-то зачем. Ну, понятно, что прогрессия отрезанная. Нет, наверное, все-таки лучше вот эти длинные. Вот знаешь, у меня есть сейчас шрифты, я вижу, что делают G, альтернативную, или, по-моему, основной набор ее вставляют, с выносным, таким, назвать-то, несоскругленным, резким, да, вот этим вот буквой, ну, короче, треугольным. И некоторые почему-то обрезают его, я вот не понимаю, зачем, но вот многие шрифты, я вижу, зачем-то обрезают. Наверное, по году наборы, чтобы, знаешь, там, абзац там смотрел, ну, все там, типа, все у нас там, все какое-то, как нас в книгах учили. А на самом деле, вот эта штука получше смотрится, вот она, когда она выходит сюда чуть дальше. Понятно, что, может быть, лучше ее, наверное, все-таки немножечко, да, может быть, немножечко обрезать вот так, наверное, может быть, еще чуть-чуть. Но, ну, короче, просто наблюдение, что так лучше смотришь, чем вот так. Но большинство шрифтов, почему-то с ней с угловатой, именно сильно обрезают их, не знаю почему. Или, может, я так не смотрелся. Мне кажется, что когда обрезаешь, он теряет свою монументальность. У него просто в рейфе прям такие монументальные формы. Да, 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 да. Какой-то характер самостоятельно терять. Да, он такой пыл, как будто куда-то, да, улетучивается такое, сразу все превращается. И, не знаю, какой-то, ну, короче, что-то не то. Но все, кайфовый будет. Вот надо правильно, понятно, но кайфовый будет. Спасибо вам. Спасибо. Ну, что? А, Илюха, ага, да-да-да-да, я смотрю, думаю, блин. It's all right now. Так и хочется закончить. Ребята, ну все, это все на этот раз. Классно. Ну, я в Глифе сразу делал. Что-нибудь терминты. Я в Глифе сразу делал. В Глифсе, говорю, делал сразу. А, ну чего, ну ты уже, как бы, что, ты же, как бы, ДВ-200 уже, все, персонал. Ты шлифты уже делал. Я больше приходил. Куда? Я наоборот рад, что все вместе, блин, это очень приятно. Да, ну я думаю, я добью его, он любопытный. Давай, да-да-да, УКВС кайфовый. Чувак, вот N и S и O. Прямо кайф. А G? G не хватает плотности, она как бы плюс-минус надуманная пока тут. Надуманная? Ну, я имею в виду, что да-да-да, ты посмотри на R, на N, на S, а потом сюда. Ну, как бы тут как будто ее сконструировали, да? Тут такой фасад. А это такой... Ну, она такая наглая немного, да, с этим... Да, нагловата. Но стирать ее нельзя. Нельзя стирать, нам точно оставлять не кайфово. Окей, спасибо, Вова. Спасибо, Вова, классно. Супер, 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 супер. О, так, ну чего? Не знаю. Глянь, пожалуйста. А? Глянь, пожалуйста, повидаться. Там где-то вверху. А, ес. Вообще, да я уже вижу все, чувак. Блин, круто. Слушай, чувак, ну шрифтец, просто ты обязан пойти в эту сторону. Шрифтовую науку. Я бы сделать за то, что шрифт, реально. Не знаю, это просто, во-первых, ты потренировался, во-во-во-во-во, да, челау, дантем, поговорили. Что-то при экспорте что-то поломалось. Да, 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 получилось, правда, у меня нет времени чистить. Хороший ритм, вообще классный, только не все-таки ожили, ожили. Не знаю, вроде челау, вроде даунтемпа, но такая колонна любителей музыки такой классный. Классно. Косик. Да, попробуй еще подумаешь, знаешь, про цвет, там, цветные, потом острог еще цветной, чтобы просто подумать, что это в Японии все сейчас нарисовано. Вот ты, если вспомнишь, что в Японии каждый, ну форму воспринимается иллюстрация. Они, ну как бы, для них дизайн это иллюстрация. Ну, я не знаю, я не говорю так, как будто я точно знаю, что это так. Я читал интервью, во-первых, во-вторых, побывал там какое-то время, там, ну, посмотрел, поизучал и дизайн, и вот мне показалось, что они все так иллюстрируют. Буклы у них все, иллюстрации там и так далее. Но, благодаря этому, у них очень кайфово получаются, как-то по-свойски они рисуют, как-то по-свойски они относятся к латинской типографике, когда если они рисуют что-то, это что-то необычное. Вот. И они часто, как бы, буквы разрисовывают в разные цвета. Ну, короче, не разные цвета, но что-то с ними делают странно. Вот мне, я бы попробовал что-то такое тоже туда сделать. А, ну, ты мне на кого-то, на кого посмотреть. А я сейчас, я сейчас скину ссылку, по-моему, еще шинку. Шинку, по-моему, как-то было. Значит, слово, не получилось, как бы, сделать. А пошире, ты знаешь? Ага. И у нее просто видно, что шире надо делать чуть. И тут вот, на самом деле, вся проблема вот в эту, вот в этом контакте, я бы так это назвал, не реализовал, по профессионалу. А вот в контакте вот этого овала с этим стемом. Вот здесь у тебя проблема с этим. Да-да, хочется, вроде, его какую-то тонкость сделать, которая есть. Засенечку. Ну, это вот, welcome to my profession. Вот это вот, там все вот с этим связано, вот это, не знаю, как, ну, как-то, ну, что-то я видел, пробовал, вот там, и, ну, ничего, не знаю, не пять. Хороший. Ага. Хороший. Не, молодой, это продолжает. Ну, чего, все, может, пойдем чай попьем? Супер, по-моему. Или, или, или что? Или что еще посмотреть? Луна, лис, лу-ка-рис. Слушай, ну, это просто мерч для Парижа. Или для розовой фаттери. Тум-тю-дум, тю-дум-тю-дум. Ту-дум. Ту-дум. Супрематизм охрененно. Блин, супер. Чего-то ниоткуда. Ага-га, ага. Ага. Так, смотри-с. Ну, надо как бы сливать, скруглять, и, по-моему, все круто. Ну, замечательно. Человек не откуда, из ниоткуда. Ага. Ой, красиво. Вот это очень красиво, кстати. Я вообще обожаю вот такие вещи, когда, не знаю, я вижу работу проделанную, что ли. Ну, нет, не это, конечно, но это симпатично, вот эти гайды, все, это кто-нибудь, все показано, это все очень круто. Ой, здесь вообще, здесь еще лучше. Супер. Гранд респекта, это какие-то штуки. А, Арс, ты что ли? Ей, не следишь там, блядь. Чего молчишь? Да, да, это я. Да, 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 это я. А, у меня ни хрена не получается. Да что, у тебя получается, что ты, это, крабиняешься, человек красивый такой. И квадратные руки получились. Ну, а потому что тебе надо слить, слить контур и скруглять, и все. Ну, вот, ну, больше ничего, потому что смотри, тут просто скругление, 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 скругление. Так, ну что, закругляемся, все, суток. Я очень рад, что мы собрались вместе, порисовали буквы, сделали много-много всего, очень красиво.